Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Николай Степанов, и вы в моем канале. Да, конечно, такую речь я уже больше не буду говорить. Вы все знаете, кто я и что я. Все снимаю для вас, ребята. И меня действительно давно не было на моем канале, потому что хобби – это видео, мой канал. Основная деятельность – это работа, которая отнимает у меня все мое свободное время. Но, тем не менее, выпуском я буду вас радовать. А сегодня мы поговорим с вами про коронавирус в мире. Да, к сожалению, вирус этот у нас дошел до города Якутска. У нас уже на этой неделе очень многие учреждения, организации своих работников перевели на удаленный дистанционный способ работы. И вовремя этого, в кавычках, карантина, чем можно будет заниматься, мы сегодня с вами поговорим. Хочу поделиться своим опытом, но перед тем, как поделиться опытом, хочу нарисовать картину. Вот карантин. Вам нельзя никуда выйти, ничем не заниматься. То есть отбрасываются все ваши хобби, спорт, отдых за городом и так далее, какие-то тусовки и так далее. И чем можно заниматься, кроме работы? Ладно, в будни вы будете заняты с 9 до 6, но это стандартное время на работе. То есть дома удаленно за компьютером. Но вечером что можно будет делать? Никуда не пойти, не погулять, ни с кем не постричаться. И так почти месяц. Я не знаю, сколько карантин будет длиться, но мне кажется, месяц. Да я, Бог, я ошибаюсь. И будет карантин совсем небольшой, и все пройдет. Но, тем не менее, возможно, все даже больше месяца будет так длиться. В общем, и на выходные даже нечем будет заниматься. Ну ладно, первое время вы будете смотреть фильмы, будете играть в компьютерные игры и просто общаться со своей женой, детьми и так далее. По телефону там тоже с друзьями поговорить. Но это все надоест. Максимум через 2 недели вы начнете просто по стене лазить. От того, что просто нельзя. Выйдешь на улицу с кем-нибудь, там что-нибудь, что он тронет, заразишься всех своих, заразишься и все. Это просто жесть. Поэтому, дай Бог, такое, чтобы никого не заразить вам, не мне. Поэтому я хочу вам рассказать свой опыт. Для меня этот карантин, такое 24-часовое нахождение в помещении, не проблема и не впервые. Почему? Потому что в прошлом году я весной сломал руку, кость левой руки. Видите, вот вчера была операция сложная. Это я заработал на финальном поединке по армрестлингу. Это ручная борьба. И в течение двух месяцев я ходил просто в гипсе. Со сломанной рукой. Точнее не ходил, а лежал дома. Я находился 2-4 часа именно дома и смотрел только в потолок. Потому что, когда сломанной рукой, ты ничего не можешь сделать, кроме того, как кушать и спать, кушать и спать. Потому что идет процесс восстановления. И мне этого хватило на две недели, я начал деградировать. Деградировать от того, что ничем нельзя заниматься, ничего не сделаешь, сидишь просто дома, как, не знаю. В общем, это очень ужасная ситуация. И чтобы не деградировать, я начал заниматься самоанализом, саморазвитием, самокопанием, чем бы себя занять. Ну, чем бы себя занять, это второй вопрос. Самое главное, я начал думать над своими планами, над своими достижениями, которые я отбросил на далекие годы. Потому что, кроме того, как сломал руку, я до этого был занят все время с работой, кроме работы тренировки. Дома работы тренировки, дома работы тренировки. Я был как робот. И этот период, я считаю, один из самых лучших в моей жизни. Почему? Потому что это лучшее время для самокопания, поднять, чтобы проанализировать свои планы над жизнью, что вы хотите, что вы достигаете, чем вы хотите заниматься. Это время для самоопределения над своими хобби, которые у вас заложены где-то свыше, да, дано вам. И просто вы ее спрятали до лучших времен. И это время настало. Это время для этого. Поэтому вот канал, вы сейчас смотрите мое видео каким-то образом. Смотрите, попали ко мне, подписаны. Все это результат именно вот этого периода в моей жизни изоляции. Но это не одно мое направление. Я много чем начал заниматься с прошлого года. Самое главное, я начал достигать свои планы и цели, которые были спрятаны внутри, где-то далеко в голове. И до сих пор я их достигаю, делаю. И все это очень круто. И я хочу, чтобы вы тоже этим занялись. Хочу, чтобы время, вовремя карантина провели таким же образом. Самоанализом и после этого достижениями их. Поэтому, друзья, думайте, думайте, анализируйте и начните делать. Составляйте план, составляйте список тех вещей, которые вы далеко спрятали в себе и хотите ими заниматься и так далее. И достигайте. Делайте, делайте, делайте. И у вас все обязательно получится. У меня получилось, значит, и у вас получится. Я верю в вас. Я же в свое время тоже поверил в себе. Поэтому все будет круто. Круто. Друзья, самое главное, начните делать. Делайте компьютерные игры, фильмы. Все, ребята. У меня видео-касса сзади закончилась. У вас все получится, друзья. Я верю в вас, так же, как я поверил в себя. Верьте в себя и достигайте. Обязательно все у вас получится. Все это возможно. Просто используйте это время для себя. Карантин только для вас. Выживите все соки. У вас все получится. Все. Берегите себя и обязательно своих родных. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok